Поездки с комфортом в 29 посадочных мест, кондиционер и радио, где играет Лизгинка. Ансамбль «Ватан» получил новый автобус для поездок на гастроли. Подарок артистам сделал глава Дагестана Сергей Меликов. Куда танцоры собираются в ближайшее время и как оценивают новый транспорт, об этом наш следующий материал. Примите, пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье. Ключи от нового автобуса, шары, хлопушки и неподдельная детская радость – это подарок ансамблю от главы республики Сергея Меликова. Юные танцоры спешат рассмотреть все поближе, ощутить, как сидится в мягких креслах. Места было мало, поэтому мы ехали на двух автобусах. Учебно было неудобно, жарко, погода. А сейчас у нас такой большой автобус, кондиционер тоже, говорят, есть. Много места, теперь удобно. В Кабардино-Волгарии у нас тоже был конкурс, мы заняли гран-при, также мы были в Ингушетии. И так, мы так часто не выезжали, у нас выезжали мальчики. Да, в основном танец маленький джигит выезжал. Гарабаны, да, именно вот эти два танца. Раньше на гастроли приходилось ездить на старых автобусах. В новом все необходимое оборудование – камеры, даже есть микрофон. Вот внутренние камеры, с пульта все эти двери открываются, все на пульте. Кондиционер хороший, да, у нас с кондиционером, правда, не было. И затемнение окна, видите, хорошее, пространство хорошее. Ансамбль «Ватан» сегодня кузница хореографических побед. Артисты – неоднократные обладатели гран-при международных фестивалей. Победители проекта «Страна талантов». Танец маленьких джигитов покоряет сердца зрителей по всему миру. Это очень приятно, когда в своих больших делах они не забывают про детей. Очень приятно, когда есть забота, но это же безопасность, когда новый автобус. Это быстро, это комфортно. Отдыхать танцорам никогда не готовится к международному конкурсу-фестивалю у самого Черного моря. Ребята представят богатую хореографическую культуру страны гор в Сочи 15 июня. А поедут к морю они на новом автобусе. Любовь Маслова, Мухаммад Магомедов, Паризат Курбанов и Исуп Газиамаров. Время новостей.